Мы находимся в здании Нижнеколымского музея истории и культуры народов Севера. Я директор музея Робик Зоя Михайловна. Сейчас мы находимся у диорамы Чукотская яранга. Здесь показаны предметы, относящиеся к оленеводческой культуре. Это чукотский кораль, загон для оленей, а также переносное жилище Чукотская яранга. У нас вообще внизу их Колымы в оленеводстве все названия чукотского происхождения, так как древними оленеводами здесь являются чукчи. Это перед нами здесь аркан чукотский, называемый чаут. Это предметы оленеводов, связанные с кочевой жизнью. Названия предметов даны на нескольких языках, которыми владеют наши нижнеколымские оленеводы. Это чукотский, юкогирский и эвенский. Это лучковое сверло, оно служит оленеводом для сверления дыр в нартах. А это тяпка, сделана она из рогов, из рога оленевая и ручка деревянная, для того, чтобы очищать площадку под установку яранги. Это выбивалка для ухода за меховыми изделиями. И вообще, если приходите в стойбище оленеводческое, то у входа в ярангу можете увидеть этот предмет. И обязательно, прежде чем войти в ярангу, нужно отряхнуться этой выбивалкой. Это приспособление для развязывания и подтягивания ремешков сыромятных, из которых изготавливаются нарты оленей. Многие женщины в тундре обрабатывают шкуры оленей вот такими скребками. Это скребок эвена по-чукотски. Чучун называют эвены, а ангари называют юкогиры. По-якутски называние юрех. С помощью этого скребка тут можно насадить нож каменный, можно металлический. Здесь вот у нас нож металлический сделан. Также вставляют сюда и деревянные ножи, в зависимости от того, какую шкуру мы хотим получить и обработать. Это походная игольница. Ее используют наши женщины-кочевницы. Здесь вот вы видите шнур длинный из кожи. На нее нанизаны иглы, нити из сухожилий. И внизу фиксируется таким вот колокольчиком. Сверху игольница закрывается такой вот трубчатой костью. И она имеет отверстие для пристегивания на пуговицу. А колокольчик помогает фиксировать то, что игольница находится с вами непотерянно. И когда колокольчик перестает звонить, то женщина уже знает, что игольницу надо где-то искать. Швейная краильная доска, которую используют женщины и тундровички. Они бывают небольшого объема, очень легкие и удобные для того, чтобы в условиях кочевой жизни. По-чукотски эту досочку называют эльхэхай. Эвены – удики. Юкагиры – норель. Сахалы – это тиктермасс. По-якутски тиктермасс. Но это уже новодел, сделан уже современным мастером. Вот это вот старинное. Это упряжь для упряжного оленя. Называется рар-кэ по-чукотски. Для прягового оленя такая вот служит упряжь. Это макет бумеранга, который использовали в Чукче. У него название Танвыскин, чукотское название. Но в старину его использовали древние оленеводы для того, чтобы собирать в одно стадо оленей. А также весной они использовали его для охоты на дикую птицу. Это деревянная чаша. По-чукотски называется и тюльгин. Чукчи обычно используют ее для разведения здесь краски, которые они окрашивают кожу. Для окрашивания кожи обычно берется кора ольхи. Вот она здесь у нас. А юкагира и деревянную чашу называют салга. Вот у них тоже сделано из... И предназначения тоже разные для таких вот чаш. Так, а это очень древний чукотский предмет. Это чаша эльки-эльки-квен и молоток репенги. Вот на этом предмете чукчи измельчали кости и дробили... Дробили кость и измельчали замороженные продукты. У оленеводов можно увидеть такие вот деревянные дорожные лопаты. И они им служат для разгребания снега. Это очень древний чукотский предмет миль-гамиль. В переводе с чукотского означает спутник жизни. Действительно, он для чукчи был очень важным. Они его вырезали в виде человечка. С помощью его чукчи и лучкового сверла добывали огонь. Вы видите здесь ячейки. Чукчи заготавливали траву, которая у нас называется пушица, в тундре растет. И вот в этих ячейках высекали огонь. А по праздникам этот предмет кормили. Его, значит, видите, это такое отверстие. Сюда преподносили самые жирные кусочки мяса, мозг. И этот предмет, в общем-то, у входа выставляли по праздникам и вообще по различным памятным событиям в жизни оленеводов. И он служил как бы сигналом, что в этой яранге проходит какое-то событие. Или родился человек, или умер кто-то. И едущий вдали путник мог всегда остановиться при виде этого предмета и зайти в эту ярангу. Женщины на севере использовали вместо ниток сухожилия животных. Это вот сухожилия северного оленя. Их называют по-эвэнски хым, а по-чукотски гылгин. Вот сухожилия. А их это скрученные такие вот сухожилия. Их называют эвэны инди, юкагиры инди, а чукчи пылгеттым. Это каменный нож к скребку, который мы с вами показывали. Чукчи по сей день пользуются такими ножами каменными. Их называют они нуврен, а эвэны называют кочей. Звук маленький. Все. А у меня нету микрофона. Без микрофона можно. Это нарты для езды на собаках. Их использовали в основном дети и женщины. Нарты нам изготовил и передал Маконин Дмитрий Петрович еще в 85-м году по просьбе музея. Здесь вот у нарты увидеть можно прикол. Так здесь принято называть. Вот эту вот палку с таким вот острым концом для управления упряжкой собачьей. Вот это вот ремень называется потик. Сюда вот собаки пристегиваются на такую вот шлею, которая называется алуком. Вот эта шлея называется алук. Или хомут, как его называют, упряжь для собаки. Хомут. Алук. Вот так вот он пристегивается. Тут есть специальные эти. Стегнул собачку. Вот это называется вертлюга. Вот собаки, собачьи в основном в старину шились из кожи собачьей алуки. Это вот в последние годы использовали ткани. Ткани и такой вот грубую холщовую ткань. Или наряжать собачьи алуки, особенно на такие мероприятия, как гонки. На Колыме были очень традиционными гонки на собаках. Особенно во время ярмарок, которые тогда были самыми главными праздниками на Колыме. И вот нарядный алук выглядел таким вот образом. А Гаврил Николаевич только улетел. У нас вот кинокамера, когда снимают в музеях, нам сказали, что это очень для наших предметов. Какая? Если ветка, значит, как? Три доски. Три доски. Ага. Мы и по краям. Раньше делали берестернии. Три доски. Берестернии делали? Отец делали. А сегодня для нет? Нету сейчас. Потому что это лодка сделана русским топором железным. Вот этот топор называется тисло. Она выдолблена из целого бревна тополя. Вот. И крашеная. Где-то в 40-х годах нашего столетия. Ну, где-то в 1940-м году примерно. Это очень древняя юкагирская лодка. Такие выдолблены из цельного бревна. Лодки юкагира называют анабучками. Она сделана из осины и выдолблена каменным топором. И эту лодку нам привезли с реки Амалон, притока Калмы, где когда-то жили юкагиры. Можно? Можно. Можно. Все можно. Это предметы, которые использовало местное русское население. Вот это пест, а это ступки. Вот в этих ступках измельчали различные, ну, например, рыбу сушеную, ягоду и другие такие вот кушания, чтобы потом получить из них блюда. А это лопаточка, рыболовка. С помощью ее доставали рыбу из ухи, а также жареную рыбу подавали. Такой вот ложечкой. Так и называют здесь местно-русские ее рыболовка. Это окошечко. Раньше на заимках в летних домиках использовали кожу налима для оттягивания таких вот оконных рам. Или говорили, как из рыбьей кожи. Окно из рыбьей кожи. Оно достаточно прозрачно. А это календари, которые использовали коренные жители севера. Этот календарь использовали в основном приречные жители, которые жили у нас на заимках. Это были старорусские, были Эвены, Юхагиры, в общем-то. Здесь вот фиксируется дата и число, и даже день-недень можно фиксировать. По горизонтали дни, по вертикали месяца. Вот значит у нас верхний ряд это январь, февраль, март, апрель. Апрель месяц. Здесь значит у нас стоит число. Сегодня 30-е. Даже вот последнее воскресенье отмечено палочкой. И здесь мы видим, что сегодня у нас 28-е число, суббота. А следующий календарь. Этот календарь использовался больше в походной жизни у наших тундровиков. Здесь, в общем-то, можно тоже так же с помощью, как и на этом календаре, с помощью палочек фиксируется день недели. И, в общем-то, число какое. Вот тоже 28-е число и день недели. Но в этом календаре, что интересно, тут можно по сезонам года его разделить. Это у нас зимние месяцы, весенние месяцы, летние месяцы и осенние месяцы. Вот такие календари. Курительная трубка и кесетов. Принадлежали юкогирки Третьяковой улите Николаевне из села Андрюшкино. После смерти она завещала трубку передать в музей. И родственница Курилова Анастасия Николаевна исполнила ее завещание. А тут одежда. У нас в своей куток такого орнамента нет. Андрюшкина, поедете, спросите эту женщину. Какой-то фотограф, подожди, там написано сзади. По музейке, ну что, да, таки, да. Музей? Ой, постоянно снимаю. А он вроде бы сейчас уже говорит, не работаю, уволился. Костяной мундштук с орнаментом чукотским. Эта трубка из овенского захоронения. Захоронение было обнаружено в Валюринской тундре в местности Кокунье. Валюринской тундре в местности Кокунье. Реликтовые предметы юкагирского рода Алай принадлежали Игловскому Василию Петровичу, оленеводу Нижнеколымской тундры, который в 1987 году передал эту коллекцию в наш музей. Их род очень древний. Жил когда-то он на реке Алазея. Здесь есть очень интересные предметы, которые принадлежали разным поколениям семьи Ягловских. Это нагрудный должностной знак родового старосты 1822 года. В XIX веке у сибиряков, коренных жителей, появились ружья. И тогда у предков Ягловского появились вот эти вот принадлежности к ружью. Здесь есть пороховница, есть мешочек для пуль и ключик к затвору ружья. Ключик к затвору ружья юкагиры использовали очень интересно. Они с помощью его вынимали пульки из ствола деревьев, а также пульки, застрявшие в черепе у животных. Наградное оружие Феди Кортика было учреждено царицей Екатериной II для инородцев Сибири. Это оружие также принадлежало одному из прапрадедов Ягловского Василия Петровича. А здесь интересные очень надписи. Указано место Алазейской зимовья, юкагирский род, а также за что это племя получило данную награду. За исправно и на срок платеж Ясака в казну. Табакерка. В XIX веке среди коренных жителей Сибири распространилось табакокурение. И тогда местные мастера стали мастерить такие вот табакерки. Эта табакерка очень красиво орнаментирована. Здесь имеются орнаменты, как раз, видимо, принадлежавшие древнему роду Алаи. И, конечно, есть небольшая зарисовка, сцена из бытовой жизни древнего рода. Это вот очень интересная сцена охоты. Вот Али, вот самострел, а это собака бежит. Полный такой тос, как у юкагиров называются же, рисунки. Как положить? Вот так, наверное, да? А так видно будет? Тут, 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 положить. А может? Ана Мерсенна, где это? Это же произведение? Искусство. Ой, это не пойдет, да? Так сильно. А, тут вам просто. Вот, с этой стороны, что у нас? Тут, видите, тоже. Тут все орнаменты, тут без сюжета. А здесь вот сюжет. Сюжетный орнамент, это интересно. Это вообще. Спасибо, пожалуйста. Думанас. Три-три-три-три-три. Продолжение следует... 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 И использованы здесь шкуры животных, таких как белка для украшения, это хвосты белки, шкурки белки, вот и ткань, ну ткань такая цветов зеленых, красных тонов. Ну а плетение тоже, это техника, которую использовали ивены, чупчи. А Гагара, что ее привязывает? Из него очень много изделий делает. Берется на коврике. Вот слюнякчик делает детям из Гагария. Здесь вот в Ликутии, там центрально не знает, а здесь слюнякчик. Комплект женского старорусского костюма восстановлен у нас работницей нашего музея, Ольшанцевой Марией Петровной. Вот она по памяти восстановила его, так как она сама уроженка у нас села Походск, и по ее чертежам восстановлен этот костюм. Обязательно замужние женщины раньше одевали чипец на голову, блузка была вот такого покроя и длинная темная юбка, обшитая лентами. Такой костюм они одевали на праздники. Такой костюм. Хорошо. Можно? Это эвенский... Это эвенский костюм. Шит он эвенами березовки и приобретен с помощью представителя этого народа Тарабукина Николая Петровича. Верхняя кукашка называется Тэти. Нагрутник Нелл. Торбоза Унти. Швейная сумочка Афсакан. Малахай Авон. Над костюмом работали знаменитые мастерицы Тарабукина Акулина Ивановна. Булдукина Христина Ивановна. Это знаменитые мастерицы села Березовка из Средней Колымы. Перчатки Хаир. Очень яркие, красочные. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok